Пойдемте вместе разбираться и узнавать, на чем зарабатывают визовые центры. Это мой первый бизнес, то есть я сюда пришел из работы по найму. Занимал позицию генерального директора? Да. Какая у тебя зарплата была? Не соизмеримо малых с моими амбициями. Ну, может быть, их надо поубавить? Нет, нужно тебя догнать и перегнать. То есть у вас из места тысяч какой бюджет уходит на SEO-продвижение? Даже более трех, ты что, тысячу человек здесь пропускаешь за месяц? Прошлый вторник у нас не вышел влог, точнее он вышел, а через 4 часа мы вынуждены были его закрыть. То есть через 3 года мы с тобой спорим, что твоя личная прибыль будет больше, чем моя. Сегодня будем снимать одну интересную историю, о которой вы уже слышали. Мы в предыдущем влоге с Артемом Захаровым показывали. Вот этот вот первый визовый центр, мы приехали сюда в прошлый раз для того, чтобы посмотреть, правду ли говорит Артем. Нам стало интересно, как работает этот бизнес, и еще больше интереснее стала та прибыль, о которой говорят ребята. Хозяевами является семейная пара, это молодые ребята, которые купили франшизу у Артема и сейчас зарабатывают ежемесячно порядка 1 миллиона рублей плюс даже. Мне это показалось очень подозрительно, мы с ними договорились о съемках. Юра, это хозяин этого бизнеса, согласился нам рассказать, как у него обстоят дела и на чем он зарабатывает. Наша задача очень простая, задать правильные вопросы и понять, где Юра говорит правду, а где лукавит. Может быть, он вообще везде скажет нам правду. Пойдемте вместе разбираться и узнавать, на чем зарабатывают визовые центры. Вот эти вот молодые ребята являются собственниками первого визового центра. Ну, то есть одного из подразделений или как там, одного из отделений. То есть вы являетесь в франшизе. Проходите. Давайте мы начнем с чего? Вы нам расскажете, что это за помещение, что здесь вообще происходит и что делают сотрудники. Это агентство визовой поддержки, нам уже три года. Мы занимаемся визовой поддержкой практически во все страны мира. Вы видите, здесь в первом зале это отдел продаж, он сейчас на вас осуществляется 12 менеджерами. Есть отдел координации у нас сейчас на данный момент, это два человека. Дальше по залу пройдемся. Дальше у нас отдел оформления. Во главе с руководителем отдела оформления, сейчас у нас в отделе оформления 7 человек. Отдел HR. Сейчас она отсутствует, то есть она занимается подбором, поиском персонала и есть туристический отдел. Вы открылись три года назад? Мы открылись чуть меньше трех лет назад, два года и десять месяцев. Начинали мы не в таком составе. То есть мы начинали буквально, вот я моя супруга и два менеджера у нас всего было. Подбор персонала нам организовала головная компания, головной офис. Первые 100 лидов нам тоже дал первый визовый центр. Затем мы постепенно стали раскручиваться, сделали несколько сайтов, набрали персонал. Сейчас у нас уже 35 человек. Постоянно растем, 8 раз уже увеличили наш офис. Обороты увеличили порядка 50 раз к первому месяцу. Первый месяц мы сделали 70 тысяч оборотов, сейчас это уже более 3 миллионов. Юрий, давайте начнем с чего? Давайте начнем с того, что сколько вам лет? Мне 35 лет. Это мой первый бизнес, то есть я сюда пришел из работы по найму. А кем ты трудился? Директором по продажам в крупной продуктовой сети магазинов продуктов Ермолина, был генеральным директором. То есть у тебя был опыт по факту работы с командой? Да, у меня был опыт подбора персонала, был большой опыт в продажах. Я 6 лет в продажах, более 6 лет в продажах. А где, в какой компании ты работал? Первоначально я начинал свою карьеру в компании «Балтика», в приваренной компании «Балтика». Начинал с должности торгового представителя. По-моему, все торговые его сказали. Да, то есть я знаю поля, я знаю продажи, знаю структуру продаж, знаю подборки персонала, как это делается. Затем постепенно я стал руководителем группы торговых представителей, затем территориальным менеджером. Затем, после 6 лет работы в компании, я покинул компанию. То есть я на тот момент достиг максимума и решил уйти из компании, начать сначала. Моя карьера продолжилась с компанией «Продуктыр Молин», я уже говорил, да, это федеральная сеть продуктовых магазинов. Вы их наверняка встречали в Казани, было 70. Достиг должности генерального директора, уперся опять в потолок и решил, что те навыки, которые я получил уже за время работы в продажах, их нужно как-то, ну, более, так сказать, монетизировать более эффективно. Гази, ты занимал позицию генерального директора? Да. Какая у тебя зарплата была? 200 тысяч. Ты 5 лет назад зарабатывал 200 тысяч. 3 года назад. 3 года назад, 200 тысяч рублей, фактически приходил на работу и уходил, и больше не думал ни о чем. Да, полдня спал дома. А зачем ты ушел в малый бизнес? Хотелось большего, да, хотелось реализовывать свои амбиции, карьерные, финансовые, поэтому посмотрел в сторону открытия собственного бизнеса, потому что навыки уже позволяли на тот момент. У тебя основная причина заняться своим делом была какая? Финансы и амбиции. Деньги? Да, деньги. Деньги, и у тебя было понимание, как работает бизнес? У меня было понимание, как бизнес собрать весь в кучу, как организовать трафик, как подобрать персонал, как найти правильное помещение, как выставить маркетинг. У меня было понимание. То есть мне оставалось только собрать кучу. А скажи мне, пожалуйста, у тебя было внутреннее ощущение, что все получится или ты сомневался? Я не сомневался, потому что со мной на тот момент в моей жизни появилась супруга. На тот момент, да, я ее брал в должности, я был тогда в должности генерального директора. Мне нужен был юрист, я ее пригласил на собеседование. Так ты что, на юристе женился? Да, на юристе женился. Когда так не делается? Буквально через год мы вместе открыли бизнес. То есть у нее был небольшой опыт в туризме, что мне придавало уверенности, и большую уверенность придавало то, что есть тыл у меня. Хорошо, то есть ты открыл собственное дело для того, чтобы получить финансовую... Свободу. Независимость. Финансовую независимость, финансовую свободу. Но 200 тысяч тебе мало было? Очень мало. То есть у меня амбиции гораздо шире. Даже те деньги, которые мы сейчас получаем, они неизмеримо малы с моими амбициями. Ну, может быть, их надо поубавить? Нет, нужно тебя догнать и перегнать. У тебя 7 вернов в год, я тебя обгоню. Вообще не вопрос. Поспорим? Поспорим. Ну, что поспорим? Юра хочет сейчас поспорить на... На Мальдивы. На Мальдивы, давай. На семью. Давай. Семейные Мальдивы. Давай, семейные Мальдивы. Если оборот твоей компании, какому году? Нет, давай на чистый доход. Давай на чистый доход. Ты уверен, что... А ты скажешь, сколько... Ну, конечно, я тебе скажу, все покажу, все расскажу. Все, огонь, договорились. Ну, у нас у спора должен быть время, да? Сейчас 19-й год. Я думаю, ну, за 3-5 лет я тебя обгоню. Давай за 5 лет. Давай 3, но через 5-то не знаем, что будет. Давай через за 3. То есть через 3 года мы с тобой спорим, что твоя личная прибыль будет больше, чем моя. Если она будет ниже, с тебя путевка на Мальдивы для всей моей семьи. Да, для всей твоей семьи, да. У меня семья большая, 5 человек. Я знаю. Если твой доход будет выше, то я покупаю на вашу семью, и у вас уже будет не двое, я надеюсь, да, через 3 года. Как минимум трое. Я покупаю на вашу семью. Договорились. Добро, заметано. Сейчас можешь рассказать, какая прибыль, какой доход в компании? Последний месяц валовая прибыль у нас превысила 3 миллиона. Чистый миллион 200. 1 миллион 200 тысяч рублей вы зарабатываете вот с этого помещения? Да. А расскажи, пожалуйста, экономику. Ну, то есть у вас это аренда? Это аренда. Сколько вы платите за аренду? На данный момент у нас аренда составляет с коммуналок 150+. Подожди, сколько квадратных метров здесь? 105 квадратных метров. Вы платите полторы тысячи рублей за квадратный метр? В среднем, да, в среднем, где-то полторы выходят. Это не дешево? Это очень дешево. Но здесь район крутой очень. Ты держишься именно за район? Ты считаешь, что это ключевым? Одно из ключевых факторов. Один из ключевых факторов. Есть парковка, целевая аудитория, которая здесь проживает, удобная локация, удобные транспортные развязки. Поэтому местоположение важную роль играет. Но у вас же все-таки услуги. У вас же не стрит-ритейл, что вы пытаетесь с пешеходного трафика что-то забрать? Здесь в плане удобства, в плане сервиса для клиентов. Причем мы этот офис начали уже иметь, владеть им три года назад. То есть первые месяцы, первые годы были только в Ливане. На старте мы вложили более трех миллионов рублей. Мы же такие эксперты по входным группам, по вывескам. А, давай подсказывай мне, что мне нужно лучше здесь. Нашел рабатом, а давай иди сюда. Я просто видел в предыдущем ролике, как ты парням буквально через дорогу подсказывал, что им стоит улучшить по фасаду. Я бы тоже тебя был благодарен, что ты не подсказал. Я хорошо понимаю, на самом деле, что есть определенные требования и пожелания у города. Все не наповесишь, все им не распишешь. Но вот то, что я вижу, мне в принципе нравится. Я понимаю, что вот здесь находится визовый центр, а слово «первые» говорит, что он, возможно, первый. Для кого-то это первый в жизни, для кого-то это первый среди конкурентов. Это можно по-разному. Может быть, это первый от дома. То есть такое достаточно универсальное название вот этого конкретного места. Давай немного про маркетинг поговорим. Сколько вы денег тратите на продвижение? Сейчас на данный момент расходы у нас перевалили за 700 тысяч рублей в месяц. Ежемесячно? Ежемесячно. А на что вы эти деньги тратите? На контекстную рекламу, в SEO. Мы очень сильно вкладываемся в SEO рекламу. Ты веришь в SEO, да? Я верю в SEO. Я верю в SEO, более того, и убедился, что это рабочий инструмент. У вас есть поздная аналитика? Четко понимаешь, откуда к тебе пришел каждый клиент? У нас есть на каждый запрос UTM-метки. У нас есть полтрекинг. У нас есть манго-телефония, который мы поставим. Подменные номера. Подменные номера. Мы слушаем все звонки. Умница. Мы анализируем, понимаем, какие источники рекламы работают, какие не работают. Мы их отключаем, сортируем, фильтруем, удаляем, добавляем новые, тестируем. И эта работа, она бесконечная. То есть на протяжении трех лет мы очень много источников перевоплатель, и мы продолжаем эту работу по сей день. Поделись секретиком, что по твоей аналитике работает сейчас? Хороший УТП. Какие-то сладкие УТПшки. Они работают, они привлекают. Ну вот у нас она звучит так. Оформим визу с гарантией в договоре и скидка 12%. То есть у вас из места тысяч какой бюджет уходит на SEO-продвижение? Процентов на данный момент где-то 30-35. По факту 200 и слишком тысяч вы тратите на SEO? Да. Ты можешь рассказать, как вы купили франшизу, почему вообще франшизу купили? Слушай, у тебя хорошее понимание есть бизнеса, ты знаешь, как он работает. У меня было большое понимание, сильное понимание именно как наемного сотрудника бизнеса, как наемного сотрудника. Управлять бизнесом и нести ответственность 100% занимается совсем другое. Поэтому я начал засматриваться, в тот момент это было очень популярно франшиза, франчайзинг. Я начал засматриваться по франшизу, начал искать, начал выскакивать агрессивная реклама франчайзинг 5, которая начала меня везде доставать. У них очень мощный отдел продаж, Светлана там есть, очень мощный у них руководитель отдела продаж, который меня в течение 3-4 месяцев добило просто. Что меня здесь привлекло, небольшой паушальный взнос на тот момент был, там 450 тысяч рублей. И была такая достаточно на тот момент хорошая упаковка. То есть они предоставляли поиск сотрудников, они предоставляли первичную леди генерацию, помогали с поиском офиса и шли ва-банк просто. Это вот конкретно? Сзади ничего не оставалось. Вы чем занимаетесь? То есть вы оформляете, что делаете? Мы оформляем пакеты документов для того, чтобы наши клиенты могли получить визу. То есть оформляем анкеты, все необходимые брони, страховки, для того, чтобы наши клиенты получали визу в Шенген, Австралию, Великобританию, США, Канаду, все азиатские страны и так далее. А есть вариант, что это делается без агентства? Что человек сам получает визу? Есть, но нужно будет потратить очень много времени на изучение, как правильно заполнить анкету, как правильно сделать брони, не прогадать с датами, учесть все нюансы, дети, не дети, замуж, не замуж, в разводе, справки, какие нужно взять с работы, с банка, все это собрать в кучу, записаться на собеседование, на подачу, сдать отпечатки пальцев. Процесс очень длительный, и на каждом из этапов можно допустить ошибку, и она будет стоить очень много. А какая цена вопроса оформления одной визы? 3000 рублей в среднем на человек. То есть ваш бизнес состоит из того, что вы оформляете визы, то есть по факту получается, собирая 3000 рублей, подожди, ты что? 3000 это агентский сбор наш за услуги. 3000 агентский сбор, так говоришь, у тебя валовый доход у компании в районе 2,5 миллионов, более трех. Даже более трех, ты что, тысячу человек здесь пропускаешь за месяц? В среднем, в наговаре у нас в среднем 2 клиента. Ну, получается, семья, да? То есть примерно где-то 600-700 у нас сделок, договоров. 600-700, то есть 20 клиентов в день? 30 в будни. 30 в будни? В выходные поменьше. Это очень круто, конечно. Ну, не так круто, как хотелось бы, но для начала. Ты что такой жадный? Я жадный. То есть все ему мало. Почему ты не открыл собственный бизнес? Почему ты решил именно купить франшизу? Не было полного знания продукта. Визовая поддержка это такой, на мой взгляд, очень специфический продукт. А какие дальше у тебя планы по бизнесу? Что ты хочешь? Мы хотим дальше развиваться, мы хотим вводить новые продукты, высокомаржинальные. Мы хотим расширяться в площади. Количество сотрудников сейчас ведем, активный поиск новых сотрудников. Вы сейчас ищите сотрудников сюда, к себе, да? У тебя есть, кстати, хороший шанс сказать, кого ты ищешь, и сколько ты готов за это платить. Он туда можешь сказать. Мы очень хорошо платим. У нас средняя заработная плата от 50 до 100 тысяч, до 120 тысяч рублей. Это касательно отдела продаж. Мы ищем абициозных молодых людей, которые хотят развиваться, зарабатывать, расти карьерно и воплощать свои мечты в жизнь. Приходите к нам. Сейчас была минутка рекламы от Юрия. На самом деле мы ему это позволили только за то, что он нам пообещает рассказать правду про франчайзинг. Ну, то есть он как человек, который, в принципе, никогда не занимался бизнесом, приходит в бизнес, покупает франшизу, у него есть ожидания, и они не оправдываются. Пришло время прокомментировать ситуацию, которая произошла с нами на прошлой неделе. В прошлый вторник у нас не вышел влог. Точнее, он вышел, а через 4 часа мы вынуждены были его закрыть. Мы это сделали по просьбе одного из ребят. Ко мне в половину десятого вечера позвонил Ильдар и срочно попросил убрать влог с канала. Ничего не объяснял, но по его дрожащему голосу я понимал, что у ребят большие проблемы. Мы топим за бизнес, поэтому не стали разбираться и сделали так, как они попросили. На следующий день я вышел с прямым эфиром, рассказал вам всю ситуацию и попросил поддержать мой спич своими комментариями. И я, как обещал, выяснил у ребят в чем причина. Причина оказалась достаточно банальна. То есть, один из друзей показал кому-то влог своим близким. И кто-то из его близких сказал, что это плохая примета показывать всем то, что еще не сделано. Если вы видели или какую-то часть отрывок, хотя бы тизера видели, там идет еще у них стройка. Короче говоря, все дело оказалось в таком банальном предрассудке. Кто-то им сказал, что нельзя показывать недоделанные дела, иначе дело большое, не завершишь. А если вы помните, там цена вопроса была 100 миллионов. Ну, короче, вот такая вот замороченная история. Я не совсем понимаю, зачем тогда они нам все это рассказывали и показывали. Но сейчас как есть, так есть. Мы блок удалили, ничего больше ставить не будем. Когда ребята откроются, будем снимать их продукцию и покажем их там торговую марку. Я думаю, что ребята что-то недоговаривают, потому что какое-то неубедительное объяснение. Ну, как говорится, каждому в голову не залезешь, и уже истину мы с вами точно не узнаем. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Действительно ли причиной является вот этот вот предрассудок или суеверие, что нельзя что-то показывать, либо рассказывать, пока дело не закончено. Не знаю. Ладно, возвращаемся в наш визовый центр, к Юрию, к его бизнесу и его супруге. Изначально в офисе у нас как выглядело. То есть мы когда заехали, мы сделали здесь перегородку. Во весь коридор она там обошлась на 1500, да, наверное, очень дорогостоящая перегородка была. Здесь те кабинеты, которые вы видите, их не было. Здесь сидели с арендаторы, здесь был шоу-рум, броу-бар, здесь прокат велосипедов, там были цветы. То есть они занимали, ну, большую площадь. У нас был офис примерно в 5-6 раз меньше. У меня здесь был большой, огромный стол с брифингом, в котором могли подсесть там 6 человек. Отдельный кабинет был закрыт, да, я там восседал на большом крутом кресле как директор. Потом я в течение времени понял, что это бред, это амбиции не нужны, да, кабинет не нужен, нужно сюда садить сотрудников и монетизировать эти места, эту площадь. Как ты заметил, да, 1500 рублей квадратный метр. Я его вот так вот бездарно использовал в первое время. Поэтому я эти все места ненужные снес, пустые, да, поставил столы рабочие, оборудовал их компьютерами, техникой и посадил сюда дополнительных сотрудников, что это позволяло нам вырасти. Вообще, какие я увидел, да, наблюдения со стороны за собой в течение этих трех лет. Основной рост нам дал, когда мы, наконец-то, взяли штат руководителя отдела продаж. А, у тебя есть руководитель отдела продаж? Да, он здесь есть, да. Мы его взяли по истечению первого года работы. Это нам позволило сразу вырасти практически в два раза. Потому что я с себя снял, да, какие-то обязанности. Больше стал уделять время стратегии развития компании, да, больше думать, нежели делать руками. Это позволило нам кратно вырасти. Вы хорошо усилились с помощью того, что ввели элементарный план продаж, поменяли мотивацию. Поменяли мотивацию, сейчас мы ее докручиваем различными мотивационными программами. То есть у нас есть программа, которая позволяет каждому сотруднику иметь шанс выиграть iPhone X, либо получить путевку заграничную. Кто-нибудь у вас выиграл iPhone здесь? Да, у нас вот Анна, обладатель, вот iPhone X уже получал у нас. А вас зовут Анна, да? Да. А вы чем занимаетесь? Я теперь руководитель отдела по работе с юридическими лицами. А, так вы еще из корпората? Она развивает новое направление, да. Да, работает. А зачем вам вот это направление корпоративное? Это маржинальное направление, очень маржинальное. То есть здесь минимальное вложение в рекламу практически отсутствует. А потенциал очень большой. Ну, а что вы предлагаете? Мы непосредственно предлагаем визовую поддержку, например, для организаций, которые, может быть, сотрудников отправляют, ну, еще обувь, командировки, просто выезды туристические, те же Airflame, Avon, крупные компании. А, чтобы они не заморачивались. Да, совершенно верно. Слушайте, вот мы сейчас планируем поездку наших сотрудников в Чехию, в Прагу. Ну, то есть у нас там порядка 8 человек поедут учиться туда. И нам, у нас там, я думаю, что больше, чем у половины нет шенгенов. Вы сможете нам это сделать? Конечно, обязательно. Да? А ты все? Я вообще удачно везде захожу. У нас сотрудник приедет к вам в офис, отфотографирует, от снимет, откопирует. Ну, класс. Слушай, это тема ведь. Вот сейчас ты мне сказал, ты мне сейчас сказал, и я так подумал. Вот мы ведь этим занимаемся, и у нас это проблема. Вот ты наш клиент целевый. По поводу мотивации, про материальную, у вас как построена структура оплаты труда? У нас есть окладная часть фиксированная, которая растет со стажем работы сотрудников компании. Таким образом, мы увеличиваем среднюю продолжительность жизни сотрудников компании. Есть KPI, мягкий оклад так называемый, который стоит из трех составляющих, за каждый из которых он может получить определенный бонус в рублях. И есть проценты от продаж. При достижении плана, этот процент может увеличить кратную, согласно перевыполнению плана. Структура зарплаты состоит из трех составляющих. Окладка. Скажи, пожалуйста, про оклад, который у тебя вот этот вот динамичный, да? Что это вот, сколько вообще является оклад базовый, какой является максимальный, в течение какого времени необходимо работать, чтобы максимально получать? Разбег от 10 до 20 тысяч рублей. Базовый. Два раза? Да, два раза, если сотрудник поработал два года. Он достигает плана 20 тысяч. Через два года у него оклад 20 тысяч? И по пути у него там 12, 15, 17 или просто по пути? 12, 15, уверенно, ты заметил. У тебя средний срок работы сотрудника какой? 6-11 месяцев. Ну, где в среднем, наверное, 8-9. А вы здесь продаете только услуги по оформлению виз или что-то еще? Мы туры продаем также. Туристическое направление. У вас параллельно еще и агентство есть? Да. Ваше собственное? Да. А какое? Как оно называется? Оно до недавнего времени называлось Ростур, который обанкротился, закрылся полгода назад. Это ваш? Это наш партнер, который предоставлял нам платформу бронирования, через которую мы бронировали все туроператоры абсолютно. Он закрылся буквально полгода назад и сейчас мы пока работаем просто в рамках ИП, заключили прямые договоры с туроператорами, потому что те, кто приходят к нам за визами, они так или иначе планируют куда-то ехать, да, и поэтому спрашивают, подберите мне тур, продайте мне тур, у меня есть такие вот варианты, посмотрите, сколько будет стоить. И мы поняли, почему мы должны выпускать эту прибыль, да, можно посадить своего человека, своего турменеджера и эту прибыль дополнительно зарабатывать. В структуре прибыли, расскажи, пожалуйста, именно туристическое направление сколько составляет? Сейчас на данный момент туристическое направление для нас оно минимальное, то есть мы это больше даем как сервис клиенту, чтобы он не уходил от нас, оставался с нами. Сейчас там минимально, там даже, наверное, там 2-3% нет. Ну, в деньгах можешь абсолютно сказывать? Мы турменеджера взяли вновь буквально недавно, еще месяца даже нет, как мы ее взяли. А, но у вас это направление просто пока не раскачивают? Оно у нас работало, когда был бренд Ростур, у нас был постоянный сотрудник, но потом у нас был такой факап жесткий, да, у нас сотрудник ушел с деньгами. Да и вы что? Да, больше 100 тысяч увел, был судебный процесс, долго разбирались и после этого мы, наверное, месяцев 8 вообще не занимались туризмом, у нас отбило желание на некоторое время этим заниматься. То есть он забрал деньги, которые клиент заплатил за путевку и с ними сейчас? То есть вел двойную бухгалтерию, нам показывал одни приходники, клиенту давал другие. А клиенты-то в итоге не пострадали? За счет наших денег не пострадали, естественно. То есть тебе пришлось не купить путевку? Лицо в грязь, мы эти деньги просто отдали. Выкупили им путевки, они поехали отдыхать. А скажи, пожалуйста, какая наценка у туристических агентств на… или какое агентское вознаграждение у туристических агентств? В зависимости от туроператора она варьируется от 5 до 13% от суммы. Слушай, когда они делают скидку в 10% я что, всю маржу забираю? Я так понимаю, что ты бронируешься, скорее всего, через Пегас какой-нибудь, у которых там 12-13%. Не знаю. Агентство себе оставляет на 2-3% крошечных. Поэтому мы имеем сейчас одного турменеджера, да, и там 20 лишних везовиков. Ну у тебя какая вообще идея? Что ты хочешь от бизнеса получить? Я хочу его масштабировать в среднем в 3 раза в год. Ты его хочешь увеличивать? Увеличивать. Три кратно? Да, в год. И у меня есть план, как это сделать. А зачем тебе столько кратности в бизнесе? Чтоб тебя обогнать. Твои ролики, на самом деле, Руслан, они очень вдохновляют и мотивируют. Вот ролики я смотрел с Айдаром и с Могиловым, с Артемом Захаровым, с Альназом и Биулиным. Они очень мотивируют. И ты, когда на них смотришь, понимаешь, какой путь они прошли, да, чего они достигли сегодня. И ты, ну вот я как человек амбициозный, я хочу их копировать, я хочу их догонять и перегонять. Юр, сейчас есть мнение, что в России сложно вести бизнес. Насколько сложно малому бизнесу сейчас работать? Могу сказать, что за три года работы я никаких не увидел, не повстречал препонов со стороны властей, надзорных органов, контрольных, контролирующих органов, да, будь то налогов. Властям ты не интересен точно. А вот с точки зрения конкурентной борьбы, насколько это все сложно? Платить аренду, платить зарплаты, платить налоги, которые ты платишь, да? Естественно, это все непросто. Ну а кто сказал, что будет просто? То есть мы, открывая бизнес, рассчитывали на это, мы понимали, что мы будем нести бремя. Ну можно вести малый бизнес? Нужно. Скажи, пожалуйста, я сейчас тебе задам провокационный вопрос. Насколько свободная ниша по оформлению виз у нас в Казани вообще? Или в России? Насыщенная. Я просто сравниваю, я общаюсь со многими франчайзами в других регионах, тоже первый визово центр, и я сравниваю конкуренцию, которая у нас. У нас, во-первых, первый конкурент это первый визово центр, головной офис, да, очень мощный оттуда, потому что все начиналось пять лет назад. Во-вторых, очень много визовых центров за последний год открылось. Поэтому конкуренция такая на достаточно высоком уровне, если сравнивать в целом по стране. Можешь о нюансах сейчас оформления американской визы рассказать? Сейчас ее можно вообще оформить? Как можно оформить? Можно, если человек впервые получает американскую визу, ему необходимо заполнить форму ДС-160, собственно, что мы делаем, оплатить конкурентский сбор и записаться на собеседование. Основной припон, основной затык здесь получения визы США, это как раз запись на собеседование. А услуга оформления визы в США стоит так же, как и в Шенген? Она дороже. Она на данный момент стоит 7900. 7900? Вы берете за свои услуги, да? Да, плюс конкурентский сбор и 11200 он со вчерашнего дня стал. Нет, ну там все остальные платежи со вчерашнего дня? А до вчерашнего дня сколько? 10800, да? 10500, 600. Да. Поэтому все реально визы США, не какая-то заоблачная, нереальная. Не, у меня есть. Да. Весной там был, смотрел Силиконовую долину мы ездили. И мы съездим обязательно, нас пока нет. Нет? Сапожник без сапог. Мы сейчас только Шенгенскую визу оформляем. А вы в смысле еще никуда в Европу не ездили? Мы ездили по безвизовым странам. Я, кстати, полгода жил в Таиланде. Был у меня опыт. После того, как я ушел из приваренной компании «Балтика», хотел что-то поменять в своей жизни с позиции регионального менеджера. Я уехал жить в Таиланде. Думал, останутся там навсегда. А чем ты занимался там? У меня там появился друг по приезду туда, когда я там уже оказался. Он был из Санкт-Петербурга. Сейчас, к сожалению, уже нет с живых его. Он ушел из жизни. У него была своя экспортная компания. Он поставлял морепродукты в Россию, в основном в Россию, из Таиланда. И я ему помогал эти деньги свести. Он тебя пригласил быть представителем в Таиланде? Мы с ним там уже на месте познакомились, когда я очередной раз поехал продлевать визу в Малайзию на три месяца в Пинан. Подожди, ты зачем поехал в Таиланд? Я уволился с работы. Буквально прошло два дня. Сижу ВКонтакте вечером, а делать нечего. Вижу ВКонтакте в ленте одного из своих сокурсников. Написал ему привет. Ну, решил пообщаться, не видел домой. После окончания суда там уже прошло много лет. Спрашиваю, где ты, чем занимаешься, как дела, там семья, не семья. Он говорит, я в Таиланде живу. Приезжай. И завтра я уже был в Таиланде. То есть я купил билеты тоже, и на следующий день я уже жил на Пхотете. Это реальная история? Это реальная история. А ты зачем-то сорвался? Хотелось поменять что-то в своей жизни. Вот так кардинально? Да, вот так кардинально. Ну, что ты приперся в эту азиатскую страну? Круто. В первом впечатлении огонь. Нажрался тараканов жареных? Другие люди нет. Тараканов я не ел. Я там был еще и к тому же сыроед. То есть я перешел на сыроедение. Да, я сбросил 35 килограмм. Я туда приехал 85 килограмм. Накачаный я тогда сильно качался усиленно. Уехал, а я оттуда 52 килограмма. Вот такой вот шкет. То есть потерял весе порядка 35 килограмм. Всю свою массу, которую... Да, все, что накачал, все там за полгода слил под ноль вообще до костей. Подожди, там белка же много. Что, можно было поддержать? Белка там много, но для моего организма не есть мясо. Сказался вот так вот фатально. То есть я потерял все, что имел. И по истечению полугода я начал понимать, что тоска по родине меня одолевает. Приехал сюда, начал искать работу. Как я сказал, уже начал свой путь с нуля в продукты Ермолина, с обычного менеджера, который я ездил по точкам, собирал заявки, набирал продавцов. Потом стал я коммерческим директором, директором по продажам и генеральным директором. Скажи, пожалуйста, вот это мнение молодых ребят, которые мечтают уехать куда-то, жить и работать за границу, в итоге оказывается какой-то иллюзией, да? Многие там остаются. Кстати, те ребята, которые в 2012 году, в 2012 год был, меня тогда встречали. Они по сей день в Таиланде. Кто-то доженился на тайке там, на местных, да, рожают детей, строят бизнес, фрилансерами стали, активно работают в онлайне, зарабатывают хорошие деньги, развиваются там. Ты бы, если бы сейчас решил заняться собственным делом, ты бы чем занялся? Я бы занялся, если позволяли финансовые возможности, рынком недвижимости, строительством и продажей домов. А почему ты думаешь, что там прибыльно? У меня есть ряд знакомых, друзей, да, в своем окружении, которые успешны в этом направлении, в этом бизнесе. Поэтому я считаю, что если я буду открывать следующий бизнес, то это будет недвижимое строительство. У нас есть такая традиция. В конце каждого влога мы разыгрываем какие-то призы нашим зрителям за то, что они оставляют комментарии. Давайте мы разыграем. У нас будет это 5 сертификатов по 5000 рублей на визовую поддержку в нашем визовом центре на Меридианной 4. То есть ты разыгрываешь 5 сертификатов среди тех ребят, которые оставят комментарии под нашим влогом, готов на 5000 рублей оказать услуг. Оказать услуги. Да, все верно. Так что, ребят, я надеюсь, что многие из вас планируют путешествовать, многие нуждаются как раз в оформлении поддержки визовой. Пишите комментарии. Обязательно соглашайтесь, либо спорьте с мнением Юрия относительно ведения малого бизнеса, относительно как необходимо мотивировать персонал. Если вообще есть вам что сказать, обязательно пишите об этом в комментариях. Спасибо. Давай, Юр. Я желаю тебе успеха. Спасибо большое. И вам успех. Пока. А это наши победители конкурса от магазина Ботаника. Я поздравляю вас, друзья.